Дорогие братья и сестры, мы всех вас приветствуем, рады всех видеть. Я попрошу всех сегодня встать и вначале прославить вместе с нами Бога через пение. Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие братья и сестры, мы всех вас приветствуем, рады всех видеть. Годите всем привет, Матерство, славьте всмиление с торжеством, православьте, Аллилуйя! Бог, ты единый, Бог живой, Отец и силы, Бог здоров. Расслабь, прославь, прославь, Аллилуйя! Пусть все омытые в крови, радость найдут его любви. Прославь, прославь, Аллилуйя! 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 Все повернется, он царит, будет весь мир его хвалить. Прославь, Аллилуйя! Прославь, Аллилуйя! 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 собидаемому, хранящемуся на небесах для вас. Друзья, настал месяц апрель. Это тот месяц, когда мы приближаемся к празднику Пасхи. На протяжении этих нескольких служений мы будем много петь. Все наше внимание будет сконцентрировано, или большинство, на воскресении Иисуса Христа. Друзья, мы прочитали в этом тексте, Петр говорит, что сделало воскресение Иисуса Христа. Воскресение Иисуса Христа – это то средство, по которому каждый из нас мог быть возрожденным. Это то, что дает нам упование живое, друзья. Чем больше я живу, тем больше я понимаю, насколько важно иметь это упование здесь, на этой земле. Тогда, когда близкие умирают, или когда какие-то трудности происходят. Иметь это упование живое. Мы это имеем, друзья, благодаря воскресению Иисуса Христа. И, конечно же, как мы здесь читали, то наследие, которое уже есть, которое не увядает, которое навсегда, оно уже есть там, на небесах. Это то, что воскресение Иисуса Христа сделало для каждого из нас, друзья, если мы верим и приняли Иисуса Христа как Господа в нашу жизнь. Поэтому я призываю всех вас, особенно на протяжении нескольких недель, сконцентрировать ваше внимание на воскресении Иисуса Христа, на жертве, на оправдании, которые Бог совершил для каждого из нас. Особенно в наших пениях. Пожалуйста, давайте еще сейчас поем. Отец, мы благодарим Тебя за Твою любовь и милость к нам, Господь. Мы благодарим Тебя за то, что Ты пришел на эту землю и искупил каждого из нас. Мы сейчас приближаемся, Господь, к этому празднику, празднику Пасхи, когда мы будем много говорить, петь, прославлять Тебя за Твое воскресение, Господь. Ты не только пришел на эту землю, Ты не только прожил, Господь, эту святую жизнь, безгрешную жизнь, но Ты также был воскрешен Отцом из мертвых. Мы благодарим Тебя за это. Мы читаем в Писании, что если бы не было этого воскресения, то вся наша вера, она просто напрасна. И тогда бы не было, мы не имели бы оправдания наших грехов, Господь, если бы Ты не воскрес. Мы не имели бы будущего, мы бы оставались мертвы во грехах наших. Господь, мы так благодарим Тебя за это. Я прошу Тебя, чтобы особенно на протяжении этих дней Ты, Господь, посетил особо каждого человека, чтобы приблизиться к этой истине, еще глубже понять, Господь, познать Тебя и то, что это воскресение значит для каждого из нас. Мы благодарим Тебя за упование живое, которое мы имеем через воскресение. Мы благодарим Тебя за наследство, которое Ты нам даешь, Господь. Прославься через это служение. Благослови, Господь, слово проповеди, детское служение, наши молитвы, чтобы все это было для того, чтобы прославить и хвалить Тебя за то, что Ты сделал для нас. Аминь. Теперь мы дальше поем. Благослови. Благослови. Аллилуйя, Аллилуйя, пойте сердцем и душой, Пойте Богу без моленья, гимны радости святой. Тот, кто был распят на древе, умирал за нас на нем, Царь Небес восстал из мертвых, с бесконечным божеством. Пусть из смерти ныне сняты, жизнь из гроба родилась, Он воскрес и жизнь без смерти в наши души пролилась. Победил Христос и души видят правды и торжеством. Мы восстанем жизни вечной, воскресением Его. Аллилуйя, Аллилуйя, слава Богу вечных сил. Аллилуйя, Аллилуйя, Иисусу, Он бессмертием победил. Аллилуйя, 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 Вечной Троице повел. Аллилуйя, Аллилуйя, Вечной Троице повел. Аллилуйя, 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 Вечной Троице повел. Сейчас это будет у нас такая репетиция. И на Пасху, воскресенье мы опять все вместе эти песни споем. Субтитры подогнали Симон. 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 Это мама брата Виталия. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Хотелось бы вот этот момент объявления, вы знаете, начать такой сердечной благодарности Богу, которая выражена в такой записке для всей церкви. Можете подойти, я вам потом покажу. У кого больше всего радости о том, что родился внук, конечно, у дедушки с бабушкой, я думаю. Может быть, не столько у родителей, сколько у дедушки с бабушками, они всегда ликуют. И поэтому, друзья наши, члены нашей церкви, это Степа, Галла Арманжи и Петя, Елена Алексеенко, они благодарят Бога за то, что Бог благословил их деда, коллега и Таню Арманжи, и у них родился внук или сын, и поэтому они благодарят церковь за молитвы, за поддержку, за участие. Слава Богу, за то, что Бог дает жизнь человеку здесь на этой земле. Наши объявления сегодня, они, в принципе, ничего нового, может быть, такого нет. У вас бюллетень, я думаю, уже привыкли есть на руках. Вечеря у нас будет проходить 18 апреля, это будет Страстной Четверг. И начинается серия проповедей со следующего воскресенья по 53 главе книги пророка Исаии. Поэтому пусть Бог благословит нас, чтобы мы с вами были внимательны к тому слову, которое Бог готовит для нас. Я не буду, может быть, на всем останавливаться. Единственное, давайте заострим внимание, что в субботу 13 апреля это будет церковное семейное общение, на котором мы рады видеть всех, приветствовать всех, радоваться со всеми. И друзья, особенно родители, для детей всех возрастов будут определенные занятия. То есть детки, они не будут оставлены, они будут задействованы, чтобы родители тоже могли побыть на служении, на общении, вместе порадоваться и послушать то, что будет сказано для каждого из нас. Занятия для крещаемых сегодня будут, друзья, поэтому, кто желает быть на этих общениях, пожалуйста, милости просим. Дом вы уже этот, наверное, знаете, я адрес говорить не буду, повторять. Молодежная конференция на своем месте будет с 3 по 5 мая. Знаете, когда Бог приходит в нашу жизнь, Он что-то меняет у нас. И Он меняет не только наши ценности, но и меняет нашу сущность. И очень важно, когда мы приходим на служение, чтобы мы себе задали вопрос или ответили на тот вопрос, для чего я прихожу, для чего я прихожу регулярно. Потому что, вы знаете, все, что происходит в нашей жизни с вами, и вот эти служения, эти общения, оно имеет большой смысл, духовный смысл только с позиции вечности. И вот как мы смотрим на свою жизнь во свете этих служений, во свете Слова, которое мы слышим? Зачем мы живем в послушании Богу и вере? Зачем, может быть, мы отдаем с радостью? Зачем поставляем другую щеку? Зачем изучаем Писание? Зачем непрестанно мы должны молиться? Зачем искать самоправедность и милосердие? Зачем приносить личные жертвы? Зачем покоряться Богу, если у нас нет цели быть в вечности со Христом? Друзья, все, что происходит, Бог делает для каждого из нас, для наших сердец, для нашей вечности. Пусть Бог благословит нас. Будьте внимательны и к словам песни, и к слову, которые Бог приготовил для нас. Благословение всем. Благословение всем. Благословение всем. Благословение всем. Благословение всем. Благословение всем. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон 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 Субтитры подогнали Симон 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 Он вспоминает «Симон Симон 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 но в 14 стихе мы уже прочитали» Павел представляет более чем сложную цель «Симон преимущество преимущество говорит о том, что вот в этой ситуации вот в этой ситуации критяне вот те качества, на которые он обращает внимание, они или или их вообще не было, или они были абсолютно слабо развиты. давайте почитаем давайте почитаем 2 глава 2 глава 2 глава 11 стиха «Ты же говори ты же говори то, что сообразно здравым учениям, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении, чтобы столицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие, юношей также увещевать, быть целомудренными». И здесь Павел говорит титул не только, чтобы он чему-то учил, но чтобы и сам в своей личной жизни показывал пример, как это делается. «Во всем показывай в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неуколизненное, дабы, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого. «Рабов увещевая повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прикословить, не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учению спасителя нашего и Бога». И здесь в 11 стихе он подводит к кульминации всего этого, говорит, «Ибо явилась благодать спасительная для всех человеков». Павел говорит, «Учи об этом, говори об этом, сам так живи, потому что благодать явилась». Потому что благодать явилась. Когда Павел говорит, что благодать явилась, это означает, что в отношении к Богу, к человеку поменялось отношение. Теперь он относится к нам с благодатью, с терпением. Благодать, она имеет определенную точку отсчета. Писание говорит, что благодать, она произошла через Иисуса Христа. 17 стих 1 главы Иоанна «Ибо закон дан через Моисея». «Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Выражение «благодать Господа Иисуса Христа» более чем 30 раз встречается на страницах Нового Завета. А вообще упоминание о благодати намного больше, чем сотню раз. То есть до Христа благодати не было. Люди жили под влиянием закона, а благодать пришла вследствие жизни на земле Иисуса Христа. Закон, он влияя на человека, он говорит, не кради, не смотри, не прелюбодействуй, не говори. А благодать, она совсем по-другому. Благодать в сердце осуждает человека, когда у него есть побуждение делать что-то плохое, плохие вещи. И таким образом все то негативное становится противным его сердцу. И он не хочет это делать, потому что находится под влиянием благодати. Благодать – это не повод к распутству. Наоборот, это единственное средство, способное сохранить христианина от распутства. Именно поэтому, когда Бог говорит о Новом Завете в книге пророка Иеремии, и потом в послании времени, Иеремия сказала, что они не будут учить один другого, каждый ближний своего, потому что все будут знать, все будут знать от малого до большого, будут знать меня. Он говорит, что вложу законы мои в мысли их и в сердце их, напишу их. В этом преимущество благодати. Она проникает внутрь человека и влияет на его сердце. Влияет на его сердце. Здесь будет уместным, что мы не спасаемся своей праведной жизнью. Мы не спасаемся делами, мы спасаемся верой в Иисуса Христа. Наши дела, они являются следствием, они не влияют на наш статус перед Богом. Когда человек верой принимает Иисуса Христа как своего Спасителя, в этот самый момент Господь дает ему новое сердце. Поэтому практическая жизнь человека после того, когда он уверовал, она будет ясным или явным подтверждением того, является ли он новым человеком. Выражение «благодать явилась», оно говорит о том, что благодать именно такой ее не было. Она явилась вследствие жизни Иисуса Христа. Люди Ветхого Завета, они ожидали этой благодати. Они исследовали, они смотрели. Апостол Петр в своем послании, он суммирует вот это отношение ветхозаветных праведников к благодати. Посмотрите, как он говорит 1 Петра, 1 Петра, 1 Глаз, 10 стиха. «К всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Назначенная вам благодать». И вот эти праведники Ветхого Завета, они смотрели, они желали, они смотрели, когда это придет. Назначенная вам благодать. И последующая за ними слава. В нашем тексте вот это выражение «Ибо явилась благодать» речь идет не о каком-то непонятном, незначительном явлении. В этом выражении Павел говорит об открытии новой эры, нового периода, новые отношения. Мы живем во время благодати. В этом огромное, огромное преимущество. Если убрать благодать из поля зрения, если не иметь ее в виду, тогда все вот эти призвания апостола Павла во второй главе к посланию Титу, это будет не больше, чем морализм. Сегодня в этом мире можно встретить много разных организаций, которые призывают к тому, чтобы люди правильно одевались, правильно имели взаимоотношения, правильно жили, правильно строили приоритеты в жизни. Но самое главное, самое главное, чего там нет? Там нет Евангелия. Там нет Евангелия. И когда там нет Евангелия, суть потеряна, смысл потеряна. Это просто морализм. Морализм – это попытка выполнять требования и требовать от других выполнения моральных норм вне влияния Евангелия Иисуса Христа. Благодать, она невозможна без Евангелия. Как я уже отметил, благодать – это форма взаимоотношений. Это то, как Бог относится к нам, верующим, воспитывая нас. Он проявляет к нам свою благодать. В чем, собственно говоря, дело или зачем нужна благодать? Причина для благодати. Еще в Ветхом Завете Господь пророчески говорил об этом явлении, мы уже вспоминали, Он возьмет из сердца человека каменное сердце и вложит его новое. вложит его новое, плотяное, способное любить, способное преклоняться перед Богом. И Еремия, 31 глава, 33 стих, Он говорит, «Ну вот завет, который я заключу с Домом Израиля, вам после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренности их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом». Проблема только в том, что, сделав эту операцию, Он оставил нас в нашем греховном теле. И теперь роль благодати заключается в том, что вот это новое сердце, оно не просто прижилось в нашей греховной атмосфере, но более того, оно взяло под контроль нашу греховную природу. Вы скажете, возможно ли это? Конечно, возможно. Потому что благодать, она обладает огромнейшей, огромнейшей силой. Сила благодати. Еще одна фраза, на которую здесь нужно обратить наше внимание, говоря о сути благодати. Павел говорит, благодать спасительная для всех человеков. Это выражение люди понимают двояко. Кто-то говорит для всех, значит, буквально для всех. Тогда возникает вопрос, почему есть те, которые не уверовали? Неужели можно сказать, что благодать была бессильно повлиять, повлиять на конкретного человека? Кто-то в таком случае говорит о свободной воле, кто-то говорит о предопределении. Но это выражение, скорее всего, нужно истолковать, как для всех, по категориям. Имеется в виду, что самый отъявленный грешник, самый отъявленный грешник, самый погибший, самый безнадежный, и благодать способна, способна покорить его. Нет такого грешника, которого благодать не была бы способна привести к покаянию. Апостол Павел говорит о себе, говорит о себе, «Ибо я наименьший из апостолов и не достоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию. Но благодатью Божию есть, но точно есть, и благодать его во мне не было тщетно». Но я более всех потрудился, он говорит, «Не я, впрочем, но благодать Божия, которая со мною». Оглядываясь на свою жизнь, оглядываясь на свою жизнь, Павел видит, как много было сделано, как много было пройдено. Но он говорит, что все это произошло благодаря благодати. Он говорит, «Не я, впрочем, а благодать, которая со мною». Благодать – это Божья работа в сердце человека. И мы подошли к самому главному вопросу, который я хотел бы сегодня отметить, о влиянии благодати. Влияние благодати. Как мы уже отметили, благодать – это определенное отношение между Богом и людьми, которые совершаются исключительно по милости, которую мы с вами не заслужили. Таким образом, когда Бог по благодати влияет на наше сердце, самое ценное, самое ценное, что делает – Он учит нас. Благодать учит нас. Титул 2 глава 11 стиха мы читаем, «Ибо явилась благодать Божия спасительная для всех человеков, научающая нас». Научающая нас. Когда мы, как мы уже отметили, когда мы думаем о благодати, мы думаем о спасении. Но действительно, благодать на этом не заканчивается, она только начинается. Кроме спасения, благодать еще и учит нас не просто знать теорию, не просто знать теорию, но учит на практике применять полученные знания. Она учит вести нас, учит нас вести богоугодную жизнь. Только подумайте, нас вот, недостойных грешников, погибших, безнадежных, вот эта благодать берет, и проникая в сердце, она меняет наши отношения ко всему. Здесь важно понимать, что нас учит не просто закон, а именно благодать. В законе все жестко. Ты должен, ты обязан, не сделал, почему не сделал. Когда нас учит благодать, она дает нам второй шанс. Иногда третий, четвертый. Она продолжает миловать, она воспитывает нас в каждой ситуации жизни. Бог, когда мы согрешаем, это не влияет на наше спасение. Наше спасение, оно не зависит от того, что мы делаем. Бог не играет со своим спасением. Сделал все правильно, значит, спасен. Он нарушил что-то, потерял спасение. Абсолютно не так. Благодать тем отличается от закона, что она весьма терпелива, Бог воспитывает нас. Сколько раз мы с вами, имея отношения с каким-то человеком, и после очередного срыва ты говоришь, все, больше я с ним не хочу ими делать. Хватит. Но благодать, она не так. Благодать хочет. Она продолжает. Она продолжает работать нашим сердцем, независимо от того, сколько раз мы ошибались. Вот если посчитать, сколько раз мы лично срывались, не то, что пальцев не хватит, я уверен, что каждый из нас уже сбился с счета, если вообще когда-либо считал. Но когда благодать воспитывает нас, она не успокоится до тех пор, пока не достигнет результата. Фактически слово, приведенное как научающее, несет гораздо более глубокий, более широкий смысл, чем просто передачу знаний, как мы обычно это воспринимаем. В оригинале ему соответствует термин, означающий воспитание детей, который включает не только наставление, но и предостережение, порицание, наказание, и все это с любовью во благо к тому, кого она учит. В послании к евреям есть один текст, в 6 стих, в 12 главе, сказано, «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». Наказывает, у нас написано «наказывает», в английском переводе там сказано «дисциплинирует». То есть Бог, имея с нами отношения, Он дисциплинирует нас. Здесь интересная фраза, «бьет же всякого сына, которого принимает». Я помню, где-то как-то случайно видел один ролик, может быть, вы его видели, это не в славянских народах, в каких-то, я даже не помню точно, но суть в том, что когда молодой человек решил жениться, и он идет в эту семью, и там девушка, на которой он собирается жениться, то вот это вот, не знаю, сказать, мама, теща, наверное, точно подходит. Она берет у газину, его, в полном смысле слова, она берет его и воспитывает, как говорится, просто ни за что. И если сорвался, значит, зря пришел. Я не знаю, здесь сказано, бьет же всякого сына, мы привыкли понимать, за что. Нас есть за что бить, нас есть за что наказывать, но тем не менее, он принимает, он воспитывает. У него есть причина для таких отношений, не так, как у нас, людей. Пожалуй, нет ничего более прекрасного, чем знать, что Бог воспитывает. Бог имеет отношение с каждым из нас, Он дает нам со своей стороны очередной еще и еще один шанс. Вот весь вот этот процесс воспитания, он базируется именно на благодати, на его, на незаслуженном, безусловном благоволении к нам. Мы уже вспоминали о тех, где говорится, что благодать пришла через Иисуса Христа. Он прожил нашу с вами жизнь. Он знает, как это сложно. Он был среди нас, и теперь Он ходатайствует за нас. Он возлюбил нас, мы Ему дорогие, Он терпеливо работает над Своими детьми. Мы привыкли приравнивать дисциплину к правилам и стандартным поведениям. А Бог приравнивает это к строгой, но любящей заботе о наших душах. Тех, кого Он спасает, Он их дисциплинирует. Он воспитывает. Филиппийцам 1 глава 6 стих сказано, будучи уверены о том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Благодать учит с момента, как мы уверовали, до последнего дыхания. До последнего момента. Это не значит, что люди безнадежные и их нужно постоянно учить. У Него постоянно есть свежий материал. У Него есть постоянно то, что Он хочет преподать нас. У Него постоянно есть цель преображения в Его образ. Еще одна фраза из текста, на которую нужно обратить наше внимание. Здесь сказано, чтобы мы, научающие нас, чтобы мы, несмотря на то, что благодать выполняет вот эту колоссальную работу в нашем сердце, и то, что без ее действия мы не способны никакому доброму делу, тем не менее, апостол Павел говорит, чтобы мы. Чтобы мы. Это выражение говорит о том, что есть внешняя сторона и есть внутренняя сторона процесса. Есть видимая сторона и есть невидимая сторона. Дух Святой, работая в нашем сердце, он остается как бы в тени. И то, что мы видим, мы видим, что Павел говорит, что Павел называет, чтобы мы. С одной стороны, это благодать явилась, и она делает определенное действие. С другой стороны, апостол Павел говорит, чтобы мы то делали. Именно тем отличаются верующие люди, над которыми работает благодать. Они как бы сами озабочены своим духовным состоянием. Они сами лично переживают о своем духовном состоянии, но в действительности это благодать, которая в сердце, она не дает им покоя. Она их постоянно беспокоит, она постоянно вдохновляет, постоянно стремится к этому. Она как бы невидимым образом ведет человека за руку через все обстоятельства. Этот процесс воспитания, он должен постоянно совершенствоваться. Апостол Петр призывает в своем послании, чтобы мы возрастали в благодати. «Возрастайте в благодати», он говорит. В другом месте он призывает нас возрастать и утверждаться в спасении. 1 Петра, 2 глава со 2 стиха, он говорит, «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное благо, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь». Очень важная фраза в этом тексте, «Вы на вкус попробовали». Что такое благодать? Человек, который пережил на себе вот это любящее действие благодати, человек, который вкусил, что Бог полон благодати, он будет ценить этим, он будет дорожить этим, он всегда будет поддерживать вот эти отношения, отношения с Богом. Каждому из нас следует размышлять над этой отрезляющей истиной, дисциплинирует ли меня Божья благодать. Можно находиться среди тех, кого благодать дисциплинирует и самому никогда не пережить лично подобного опыта. Поэтому Петр акцентирует внимание, он говорит, «Вы вкусили, вы попробовали, вы знаете лично, это для вас ценно. Знаешь ли ты этот вкус благодати? Знаешь ли ты этот вкус того, когда Бог работает над твоим сердцем? очень терпеливо, очень посвященно конкретно над твоей ситуацией, конкретно над твоим сердцем? Для того, чтобы благодать работала в сердце, необходимо, крайне необходимо смирение. Смирение включает в себя сокрушение сердца, признание своей негодности, своей нужды в благодати. Апостол Иаков в 4 главе говорит, Бог гордым противится смиренным. Смиренным дает благодать. Когда мы говорим о том, что нас учит благодать, она учит нас конкретным вещам. Она не просто набивает голову знаниями, информацией, наоборот, она как бы, как мы уже ответили, она работает над нашим сердцем. Образование в школе благодати это знание плюс применение. Благодать учит нас как избегать грех, как избегать вот эти искушения. Она учит, как отвергать опасное, то, что ненужное, вредное. Что такое? Она учит нас не только избегать вредное, но и избирать полезное, ценное и необходимое. очень важное пункт, хотел бы отметить. Благодать учит нас говорить «нет». Как я уже отметил, мы живем в мире пораженном грехом. Грех противен Богу. И эта задача, которую Бог учит нас ценить то, что ценит Бог и отвергать то, что Он отвергает. Титул 2 глава с 11 стиха мы читаем «Ибо явилась благодать Божия спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы отвергнули нечестие и мирские похоти». Очень важное слово «отвергну». Это слово, оно полно решимости, полно уверенности, готовности действовать. В этом слове совершенно отсутствуют сомнения и неуверенность. Самое первое, что делает благодать, она проводит в сердце человека четкую границу между тем, что в конечном итоге является нечестием и то, что соответствует Божьей воле. Когда какой-либо человек, который считает себя христианином, начинает каким-то образом оправдывать грех, это дает серьезный повод думать о том, что благодать не работает в его сердце. Соответственно, есть сомнения, что он вообще является верующим человеком. Есть вещи, которые сами по себе не являются нечестием, но они могут привести к поражению. Например, в социальной сети. Вы все это хорошо знаете. Вы скажете, там много проповедей, хорошего материала, хорошей информации, но там же также есть и то, что называется нечестием. И доступ к одному и другому находится совершенно рядом. Здесь, в одном месте. Поэтому очень важно знать четкую разницу между одним и другим и также иметь дисциплину во всех этих вопросах. Вопрос, почему благодать учит нас отвергать нечестие, в то время, как неверующие люди, они живут в нечестии. Во-первых, потому что они не видят конечный результат, а еще и потому, что они являются рабами греха. Когда раб освобождается от влияния господина, допустим, его выкупали на свободу, какое-то время после он еще будет, он еще не чувствует себя вполне свободным, потому что он привык, он привык жить в рабстве. Подобно этому, быв всю жизнь рабами греха, мы привыкли жить в рабстве греха. Мы привыкли соглашаться с искушением. Мы привыкли сразу грешить, долго не думая. Благодать в этом случае, она кропотливо показывает нам, как это возможно, отказаться от искушения и сделать этот выбор, сделать выбор между грехом и праведностью, когда грех не заставит тебя делать то, что не угодно. Павел использует это очень важное слово «отвергну». Понятно, грех есть грех, его нужно отвергать. И если ты решительно его не отвергнешь, в конечном итоге он возьмет тебя в свою волю. Две важные сферы, на которые Павел обращает внимание в этом тексте, которые нужно отвергнуть. Первое, он говорит, благодать учит отвергать нечестие. Нечестие – это страшное слово. Думают, что перед нашим взглядом рисуется картина чего-то мерзкого, неприятного, отвратительного. Это действительно так. Но мы не будем сегодня подробно изучать, что такое нечестие. Мы посмотрим, как человек может подпасть под влияние нечестия. Наверное, самый яркий текст, который показывает вот эту проблему – это послание Римляна в первой главе. Мы не будем подробно читать весь стих, я выборочно прочитаю его с 18 стиха. Здесь сказано, «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие, и неправду человека, подавляющих истину неправды». Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и славу нетленного Бога изменили, то предал их Бог, похотя сердец их нечистоте. Они заменили истину Божьей ложи и поклонялись и служили твари вместо Творца, который был ословен вовеки. Самая основная идея этого текста заключается в том, что несмотря на то, что весь мир существует ради Бога и ради Его славы, ради почтения Его воли, люди этого мира сознательно выбрасывают Бога из поля зрения. Вот когда Его воля, Божья воля совершенно не берется во внимание, когда человек не призывает к почтению перед Богом Его волей, тогда это неизбежно приведет к нечестию. Нам нужно всегда помнить о том, что легкомысленное отношение к Богу неизбежно ведет к нечестию. Даже само легкомысленное отношение к Богу это уже есть нечестие. Вот то, что делает благодать, она воспитывает в сердце человека трепетное отношение к Богу, почтение к Богу. То, что делает благодать. Благодать также учит нас отвергать мирские похоти. Мы живем в современном мире, который ценит то, что называется похотью. Когда мы говорим вообще о похоти, перед нами рисуется картина какой-то сексуальной распущенности. Хотя в действительности, как говорит Иоанн в своем послании, похоть может быть буквально во всем. 1 Иоанна, 2 глава 15 стиха сказано «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очень. Ибо все, что в мире, похоть против, похоть отчей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Все, что в мире, это похоть. Иоанн показывает эту очень важную истину. Мир проходит, и похоть его, но тот, кто пребывает в Боге, тот, что любит Бога, исполняет еще и волю его, он пребывает вовек. Наш текст, который мы прочитали начальник, показывает, он призывает отвергнуть похоть. Не ищите ничего хорошего в том, что ценит мир, то, что ценно в глазах этого мира. Иаков говорит, что легкомысленное отношение к похоти, оно в конечном итоге приведет к смерти. Иакова 1 глава с 15 стиха «Похоть зачав рождает грех, сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья возлюбленные». Вот конечный итог того, к чему приводит похоть. Сразу этого не поймешь, но в конечном итоге можно оказаться совершенно обманутым. Петр говорит, что разные похоти, они восстают на душу человека. Они восстают на душу человека. 2 глава 11 стиха «Возлюбленные». Прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу человека. Я уверен, что мы мало думаем о том, что происходит в духовном мире. Какая война происходит за наши души, за души человека. Если вы являетесь верующим человеком, тогда с одной стороны на вас восстает похоть и желая поглотить вас, заставить вас делать, с другой стороны благодать. Благодать. И она учит, и она наставляет, и она проводит. Я уверен, что благодать сильнее, намного сильнее, чем любые обстоятельства, в которых мы находимся. то, что делает благодать, она в сердце, в сердце воспитывает правильное отношение к похотям и воспитывает также привязанность к Богу и Его Слову. Обратите внимание, что Павел выражает мысль, слово «отвергнув» записано в прошедшее время. «отвергнув» возлюбите. Если мы сначала не научимся говорить «нет», по-настоящему «нет», мы никогда не научимся по-настоящему говорить «да». Так благодать учит нас говорить «да». Потому что практическая жизнь, она должна складываться не только с моментов, когда мы только выбираемся из ям поражения, но также она должна иметь моменты, когда мы поднимаемся на высоты побед. Титул 2 глава 12 стих сказано «научающая нас, чтобы мы отвергнули нечестие и мирские похоти целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Цель жить целомудренно, праведно и благочестиво исходит от Бога. Это Его воля. Это Он хочет, чтобы мы так жили. Заметьте, как Павел говорит об этом. Он говорит, что благодать не просто говорит, что мы это делали, но она научит, она научающая нас. Еще до уверования, находясь под влиянием греховной против, мы не могли противиться искушениям. Мы были рабами греха. Теперь в послании Рименом Павел говорит, что мы должны предоставить себя, на дела праведности. В послании Рименом 6 глава 19 стих говорю по рассуждению человеческому. Ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены вашей в рабы нечистоте, беззаконию, на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. очень важные выражения. Представьте члены ваши. С этого должен начинаться каждый день нашей жизни. Каждый день нашей жизни, когда ты представляешь себя, представляешь себя в рабы праведности. Начинается новый день, и ты сознательно представляешь себя свое время, свои силы, свои способности, всего себя для того, чтобы быть целомудренно, праведно и благочестиво жить в сегодняшний день. Благодать помогает осуществлять это намерение. Ты захотел это делать, и благодать помогает. Она содействует нам, чтобы это исполнилось. Благодать дисциплина, пленирует, она учит, научающая нас, титул вторая глава, научающая нас, чтобы мы целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. То есть, то, что делает благодать, она помогает нам, учитывая обстоятельства, в которых ты находишься. Тем не менее, жить, прославляя каждый день Бога в нашей жизни. Благодать не просто говорит, ты должен, ты обязан, более того, показывать, как это возможно в тех условиях, в которых находишься, в нынешнем веке, в тех обстоятельствах. Подумайте сейчас о своей жизни. У каждого из нас есть свои обстоятельства. У каждого из нас есть свои ситуации. Нынешний век, у каждого есть свой нынешний век. У кого-то отношения с детьми, у кого-то отношения с родителями, у кого-то отношения с братьями и сестрами, у кого-то отношения на работе, где бы это ни было, у каждого есть свой нынешний век. И в тех обстоятельствах, в которых ты находишься, благодать учит тебя. В тех обстоятельствах благодать воспитывает тебя. Нынешний век у каждого свой. У каждого свои обстоятельства. Каждый из нас проходит через свою школу, через свои трудности, связанные с твоей личной жизнью. Но то, что неизменно объединяет нас, это Его Слово. И нам нужно изучать Его Слово, которое учит нас, как проходить через те обстоятельства. Не просто чувства, а именно Его Слово, которое при действии благодати показывает нам настоящий выход. Бог оставил для нас Свое Слово для того, чтобы оно показывало нам, была вот эта инструкция, важная инструкция в нашей жизни. Для того, чтобы благодать не просто была теорией, но практическим проявлением. Каждый день, каждый день в нашей жизни. Последнее, чем хотел бы сегодня говорить, это мотивация для жизни благодатью. Титул 2 глава 13 стиха, здесь об этом сказано. Ожидая, с 13 стиха, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего, Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный, к добрым делам. Когда вы не имеете дело с искушениями в вашей жизни, что мотивирует вас побеждать, стремиться к победе? Мы живем на земле, сражаемся с искушением, побеждаем, проигрываем. И так пока закончится наша жизнь. Но мы живем ожидая. Апостол Павел говорит, мы живем ожидая. Ожидая того, когда мы встретимся с Иисусом Христом, ожидая явления славы великого Бога. Павел говорит, что мы живем ожидая встречу. Встречу с тем, кто является нашим Спасителем. Встречу с тем, кто предал себя за нас, чтобы при действии благодати в нашей жизни мы могли прославлять Его. Мы могли быть побеждающими. Побеждающими, а не побежденным. Каждый день, каждый раз, когда мы имеем дело с искушением, каждый раз, когда мы имеем дело с благодатью, которая работает в нашем сердце, давайте думать о том, что Бог делает в нашем сердце. Что Бог очищает для себя, сказано, народ особенный. Павел говорит, ожидая явления славы великого Бога. Бог всегда славен. Но сегодня Его слава, она несколько сокрыта. И когда мы соприкасаемся с Его благодатью, мы можем пережить предчувствие откровения Его славы. Но настанет момент, настанет момент, когда вот эта слава, она откроется в полной мере. И мы станем свидетелями вот этой славы, которая должна мотивировать нас каждый день жить по благодати. Хочу предложить одно практическое задание. Вот с завтрашнего дня, с сегодняшнего дня, в кулаках, когда приходит искушение согрешить, и вы уже думаете, что это очередное поражение. И вы уже знаете, что вы не устоите. Подумайте в этот момент о Его славе. Подумайте о Его славе. Я уверен, от искушения не останется и следа. Мы часто забываем смотреть вперед. Но вот эту мотивацию, апостол Павел, все равно славу. И мы сможем преображаться. Мы тогда сможем преображаться, когда видим вот эту ясную цель. Когда видим вот эту ясную цель, к которой мы стремимся. Которая должна мотивировать нас. Подумайте о той встрече, которая нас ожидает. Подумайте о той встрече, которая ждет искупленных. Откроется Его слава. Откроется во всем величии. И мы будем там, среди искупленных Его. Петр в своем посхане говорит о том, что нам нужно быть не только ожидающими, но и желающими пришествия дня Господня. Этот мир обречен. Но пока последний день приближается, Бог дает нам время возрастать благодати. 2 Петра, 3 глава Петра говорит, «Придет же день Господень, как та от ночи. И тогда небеса с шумом придут, стихи же разгоревшись разрушатся. Земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам ожидающим и желающим пришествия дня Господня, ожидающим и желающим проявления вот этой славы, которая откроется, в которой воспламененные небеса разрушатся, разоревшиеся стихи расставят. Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает слава». Павел не случайно говорит в своем тексте о том, что нам нужно взирать на вот эту славу. Он сам лично переживал опыт с этих побед, и он нам советует о том, чтобы нам быть побеждающими в наших испытаниях, в трудностях, в поражениях, не иметь поражений. Нам нужно взирать вперед. Вперед. Совсем недавно мы проходили послание Колоссянам. Посмотрите, как там представлена вот эта же самая истина. Колоссянам, 3 глава, со 2 стиха, Павел говорит, «О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом Богом». Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Павел говорит, думайте о горнем, потому что ваша настоящая жизнь сокрыта в Боге. В таком случае вы станете участниками Его славы. Выражение «ваша жизнь сокрыта со Христом в Боге» имеется в виду, что по воле Божией, через Иисуса Христа, мы сокрыты в Его благодати. Благодать, она взяла нас в свою воду, и мы сокрыты в ней. И поэтому помышляйте о горнем. Помышляйте о этой встрече. Итак, еще раз напомню. Благодать – это не повод к распутству. Благодать не имеет ничего общего с распутством. Я не знаю, кто вообще придумал, что благодать, она может быть поводом к распутству. Благодать – это определенные отношения между Богом и спасенными людьми, которые совершаются исключительно по милости, которую мы с вами не заслужили. Какие твои отношения с Богом? Ты лично знаешь вот этот вкус благодать. Ты лично знаешь, имеешь вот эти тесные отношения со Христом. Если не знаешь, для тебя нужно Евангелие. Евангелие благодати. Евангелие, когда мы исповедуем то, что Иисус Христос, Он умер за нас. Для того, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего и для них, и воскресшего. Другой дорогой, если ты не знаешь вкус благодати, приди к нему. И испытай лично, лично вот эти тесные отношения. Отношения благодати. Мы будем молиться. Мы будем молиться так же по группам, как мы обычно это делаем. Мы помолимся о том, чтобы нам каждый день жить благодатью. Вот с сегодняшнего дня, с завтрашнего дня. Если вы раньше жили, продолжайте жить. Если вы никогда не испытали это, испытайте это. Найдите это ценно. И для тех, кто еще не испытал этого, действия благодати, да благословит вас Бог, иметь вот эту тесную встречу с Иисусом Христом, и склониться перед Ним, перед тем, кто дает эту благодать. Давайте помолимся. Аминь. Наш Небесный Отец, сердечно благодарим Тебя за благодать. Действительно, есть огромная милость с Твоей стороны к нам, грешникам. В этом наша надежда, в этом наше утешение. Действительно, если бы не было благодати, не было бы ни одного человека в этом месте сегодня. Но благодаря Твоей благодати мы имеем надежду, мы имеем не то, что второй, не знаю, какой шанс. Ты постоянно милуешь нас, ты постоянно терпеливо продолжаешь над нами работать. Господи, преклоняемся перед Тобой. Благодием Тебя сердечно за то, что Твоя благодать, она сена сокрушить самого отъявного грешника. И, Господи, мы молимся о том, чтобы благодать Твоя накоснулась каждого, кто слышит сегодня это слово. Мы знаем, что она сильна. Мы знаем, что Ты по благодати Своей способен это сделать. Господи, сокруши, откройся в Твоей милости, в Твоей любви. И нас, Господи, научи каждый день жить благодатью. Каждый день быть победителями, непобежденными. Господи, тогда, когда приходит искушение, научи нас, Господи, побеждать. Научи нас, Господи, говорить нет греху. Научи нас говорить нет искушениям. Научи нас говорить нет нечистоте. Господи, научи нас говорить да Твоим благословением, благодати, праведной жизни. Научи нас, Господи, быть побеждающими. Научи нас, Господи, взирая на Твою славу, на ту встречу, которая нас ожидает каждый день, иметь достаточную силу для того, чтобы быть победителем. Быть победителем, быть действительно этим отображением Твоей славы, которая когда-то откроется. Благодарим Тебя за Твое слово, за Твое напоминание, за Твое утешение. Поклоняемся Тебе, Ты один и Бог, достоин славы, достойны поклонения. Поклоняемся Тебе за все, Бог наш, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Мы сейчас будем петь, и у нас будет материальное служение, помощь той нужды, которая была объявлена вначале. Прийдите все к воскресшему и воздайте честь Царю. Сердца настройте, петь хвалу, благодать принесшему. От теней сгустившихся земных мы поднимем взор к тому, Чьи крепкие объятия привлекут детей к нему. Ликуй, ликуй, дославят все устах душой одной, спасителя Христа. Прийти к Нему и в радости, и проведшей ночь в слезах, В сражениях побеждающих, иль повержены в оправдь. Неизменен Он в любви Своей, Невосерден без границ, С Тобой идя в потоки дней, Он надежду даст ими. Ликуй, ликуй, дославят все устах душой одной, спасителя Христа. Христа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Еще буду славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Заметьте, и в 41-м, и в 42-м эти слова сказаны в Псалме. Я не знаю, для меня это как песня. Очень часто людям приходится проходить через уныние, через какие-то переживания, смущаться. И такое ободрение. Ну что ты унываешь? Ну что ты смущаешься? Уповай на Бога. Особенно для верующего человека. Уповай на Бога. Бог почему-то допустил. И Давид говорит, и я еще буду славить. И ты еще будешь славить. И Бога, и Спасителя твоего. Спасибо за проповедь. За то, что было снова и снова нам сказано о благодати Божьей. Ибо явилась благодать Божья. Вы знаете, как часто мы благодарим Бога за ту благодать, которая лично нам явилась. Ведь она нам явилась. Мне эта благодать явилась 38 лет назад. Когда мне было 17 лет. Знаете, ложное направление в жизни. Греховные мысли. Все самое-самое такое. Я думаю, что если мне Господь, где бы я был. Потому что уже тогда я был далеко-далеко. И глубоко-глубоко. Как часто мы благодарим. Вот просто когда Виталик проповедовал, я вот думаю, Господи, как часто я благодарю. За то, что она мне явилась. Это благодать. И она не только мне тогда явилась. Но она мне сегодня еще держит. Не я, не мои усилия. Это его благодать меня держит. И учит, и наставляет. У меня вопрос. С тех пор, как явилась нам. Лично тебе благодать Божья. Кому 20 лет назад, кому 30, кому, может быть, 5. Чему мы научились с тех пор? Насколько выросли? Чего достигли? Благодать явилась нам для того, чтобы научить нас отвергнуть нечестие. Мирские похоти. Чтобы научилась нас жить. Благодать Божья, она еще учит нас тому, чтобы мы ожидали. Жили в ожидании. Явление славы великого Бога. И еще, я хочу заметить. Божья благодать нас постоянно учит. Она напоминает нам Евангелие. Как мы читали 14 стихом, который дал себя за нас. Чтобы избавить нас от всякого беззакония. Чистить себе народ. Особенный себе народ. Пускай Господь нас благословит. Будем молиться. Господь, по-особому сегодня. Потому что Ты и напомнил, и говоришь нам. Мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя за Твою благодать, которая явилась каждому из нас в жизни нашей. Тогда, когда мы не искали Тебя. Когда мы жили во тьме. Когда мы были исполнены всяких похотей, страстей. Ложных направлений. Благодарим Тебя, Господь, за Твою явленную благодать. Мы благодарим Тебя за то, что Евангелие еще проповедуется. И еще есть возможность для каждого человека обрести эту благодать. И поэтому, кто еще не знает Тебя, кто еще не познал Тебя, как Господа и Спасителя Своего, откройся, Господь. Мы просим Тебя за этих людей. Если они сегодня в нашем доме молитвы находятся, Духом Святым, скажи еще и еще. Мы поклоняемся Тебе и славим Тебя. Богодать Господа нашего Иисуса Христа. Любовь Бога Отца. Общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Закончено собрание. Приветствуйте друг друга. Приветствуйте друг друга.